С нами на связи Олег Буряк, глава Запорожской районной государственной военной администрации. Здравствуйте. 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 С начала полномасштабного вторжения РФ в Запорожской области число воздушных тревог до этой ночи превысило одну тысячу. Суммарно они звучали в Запорожье почти 800 часов. Да, вот это более 33 дней беспрерывных тревог. Вот Запорожье и район враг обстреливает, но едва ли не каждый день. Какая обстановка у вас сегодня? Сегодняшняя ночь была довольно тихой и спокойной. У нас самая страдающая территориальная громада – это Камышевахская громада. Вот это как раз громада, вы сюжет сейчас показывали про Пологовский район, вот она конкретно примыкает к Пологовскому району, направлению Орехов и Гуляйполе. Вот у нас туда больше всего прилетает и артиллерийских снарядов, и ракеты С-300. Прошлой ночью туда прилетело три ракеты С-300, две упали в поле. Одна ракета упала возле школы, выбила стекла, двери. Но сам здание не пострадало, и слава богу, не пострадал ни один человек. Нет ни раненых, ни убитых. И когда я читаю сводки, то, что мне приходит с территориальных громад, самая большая радость испытываешь, когда дома-то такое, что нет пострадавших людей. Вот это самый большой показатель того, что слава богу, все сегодня прошло нормально. Вот о последствиях этих обстрелов хотели еще спросить. Какие масштабы разрушений? Вы подсчитывали, сколько нужно будет на восстановление только Запорожского района? И времени, и средств? Вы знаете, очень много операционной работы. И сейчас заниматься подсчетами мы не в состоянии проанализировать и подсчитать. Потому что есть повторные прилеты. Бывает ситуация такая, что враг начинает стрелять по какому-то объекту инфраструктурному. Значит, либо ложатся рядом ракеты, либо куда-то частично попадают. А потом на следующую ночь опять повторяется прилет именно в это место. То есть, я так понимаю, есть какие-то мерзавцы, которые координируют эту работу. Хотя наши органы и выявляют их постоянно, но все равно находятся какие-то негодяи. И когда мы видим повторные прилеты, мы понимаем, что кто-то заново наводит, координирует действия повторного прилета. Поэтому сейчас это будет неблагодарный труд все сейчас взять и оценить. Потому что мы еще не знаем, когда закончится война, и сколько еще прилетов, и сколько всего нам необходимо будет устранять, ремонтировать, восстанавливать, а уже после победы достроить. Поэтому этой работой сейчас никто оценкой не занимается. Но мы все фиксируем, отдельно фиксирует комиссия территориальных громад, которая существует в каждой громаде. Она выезжает на вот эти все руйнувания, и они фиксируют. Отдельно работают спецслужбы, полиция по-своему в рамках своих уголовных дел, СБУ в рамках своих уголовных дел, ДСНС и пиротехники по-своему фиксируют и занимаются там разминированием и так далее. То есть идет целенаправленная, планомерная работа. Вот этим мы занимаемся сегодня. Вот если оккупанты решатся совершить теракт и взорвать дамбу Каховской ГЭС, то уничтожат и возможность существования Запорожской атомной электростанции, потому что этот объект неразрывно связан с Каховской ГЭС. Об этом сообщил начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Какая сейчас обстановка в Энергодаре и на Запорожской атомной станции? Да, действительно, если будет подрыв Каховской ГЭС, то есть угроза того, что недостаточно будет воды для атомной электростанции. Поэтому на совещаниях, которые проходят, где мы обсуждаем этот вопрос, еще и обсуждаются планы, что мы будем делать. Поэтому будет особый план мероприятий, чтобы больше сбрасывать воды и все-таки поднимать каким-то образом, поддерживать уровень. Плюс там есть на территории, на этот случай, бассейн отдельный, специально на случай прорыва таких моментов, и спада Каховского водохранилища. И этот бассейн должен тоже поддерживать определенный объем воды. Я так понимаю, туда домокачивать будут насосы. И вот с этого бассейна еще атомное будет брать для охлаждения. Но это, понимаете, это же такая временная мера. Поэтому действительно прорыв Каховской ГЭС – это важная такая техногенная катастрофа, которая влечет за собой еще и ядерную катастрофу. В самом Энергодаре ситуация довольно сложная, напряженная. На самих сотрудников, которые работают на атомной электростанции, их заставляют подписывать контракты с атомом. Люди не соглашаются, потому что, с одной стороны, они попадают под санкции закона о коллаборации, а с другой стороны, те люди не хотят там работать с оккупантами. На станции до 24 февраля работало порядка 14 тысяч человек. На сегодня там осталось около 7 тысяч человек. Окупанты не выпускают людей из Энергодара. В Энергодаре создается коллапс, потому что атомная электростанция Запорожская, она же не только давала электроэнергию и свет, она еще и обогревала весь город, который создан для обслуживания атомной электростанции. И в силу вот этих всех провокационных обстрелов, которых ведет оккупант, и таким образом поддерживает напряжение вокруг атомной электростанции, они еще и разрушают объекты инфраструктуры, которые питают город. Вот это электрические подстанции, это и теплопроводы, и водопроводы. И в городе создается коллапс. Людей не выпускают, гуманитарные грузы в Энергодар не запускают. И таким образом Энергодар находится в таком закрытом вакууме. Ситуация очень сложная. Вот в районе Энергодара в результате огневого поражения уничтожены четыре гаубицы противника, а также три грузовика с боеприпасами. Об этом сообщили в украинском генштабе. Как близко от станции происходят боевые действия? Этот вопрос жестко контролируемый. Последний, одно из таких и последних объектов, это отель «Алиса», который находится в 7 километрах от атомной электростанции. Вот в нем полюбляли орки ночевать там и жить в этом отеле. И вот он был конкретно уничтожен, подверг обстрелу, и там были уничтожены оккупанты. То есть вооруженные силы Украины четко знают координаты. У нас же есть все данные. Поэтому идет определенная разведработа на территории. И вот эти все выстрелы, они делаются точечно, и с учетом того, чтобы не повредить ни в коем случае атомной электростанции, и находятся на достаточно большом расстоянии от атомной электростанции. А вот эти все прилеты, которые идут по инфраструктуре города, по непосредственно объекту атомной электростанции, это четко, сполномерно ведется работа оккупантами по дискредитации вооруженных сил Украины. С одной стороны. А с другой стороны, чтобы удерживать в напряжении международную организацию, международное сообщество, вокруг атомной электростанции показывают, вот смотрите, какие там ЗСУ это они делают. На самом деле здесь еще жесткая, контролируемая ведется работа. Ну и мы знаем, да, что используют высокоточное оружие. Вот вы сказали о том, что вот дают четкие координаты вот этих объектов. Энергодар мы знаем, несмотря на оккупацию, и тяжелейшие буквально условия продолжает сопротивление. Движение сопротивления расклеивает листовки, да, сжигает пропагандистскую макулатуру. Скажите, вот какая сейчас гуманитарная обстановка в городе, что с отоплением, с другими коммуникациями, и как вот борются ли вот с партизанами, да, оккупанты? Отопления нет, электричество подается рывками. Постоянно мы стараемся там, те службы, которые остались коммунальные, они постоянно пытаются наладить, но их каждый раз вот нарушается вот это электропостачание, а людей не выпускают, потому что если выпустить людей, то, что я говорил, некому будет обслуживать атомную электростанцию. Но те люди, которые сотрудники работают сейчас на атомной электростанции, они хотят остаться на контрактах украинских, а не переходить на контракты Росатома. И я знаю точно, что сейчас на атомной была ротация. Они там что-то меняли своих, там вот этих вот оккупантов, там у них своя какая-то ротация определенная шла. Знаю еще о том, что детей, которых были вывезены из Энергодара в Ростовскую область, сейчас к ним пришло, родителям, живущим в Энергодаре, им пришло о том, чтобы они начали передавать детям там теплые вещи, и детей теперь этих родителей, а их якобы отправляли на отдых, а теперь детей этих родителей не это самое... То есть я хочу уточнить, это идет речь о том, что вот местным жителям некоторым предложили отправить детей как бы на отдых в Краснодарский край, да? И вот люди есть, которые все-таки согласились на это, есть такие люди, и сейчас оккупанты их поставили перед фактом, что дети задерживаются на отдыхе на неопределенный срок. Это можно ведь трактовать как удержание в заложниках и похищение детей. Киднеппинг чистой воды. Ну а как? Слушайте, ну я родитель, я распоряжаюсь своим ребенком, я по закону, да и по Божьему праву, я отвечаю до совершеннолетних за своих детей. У меня у самого четверо детей, и сын 90 дней был у них в плену 16-летний. Никто не имеет права забирать детей. Какая там бы цель не была у этой войны, дети, табу их трогать нельзя. И родители за них перед Богом, и перед своей совестью, и перед своим сердцем несут ответственность. Никакой там Пукин или еще кто-то не имеет права вообще на чужих детей. Это вообще, ну, это... Да у меня даже слов нет, вы понимаете, выразить вот негодование, когда вопрос касается детей. Вот ничто нельзя простить обиду детей, слезы детей, а не, дай бог, убийство. Это же страшные вещи вообще. Но оккупанты не первый раз так поступают, да? Вот такая же ситуация, если вы помните, была и в Харьковской области, и в Херсонской тоже вывезли детей, и назад не возвращают, да, и родители просто, да. У нас порядка 400 детей числится, вот то, что я смотрел по статистике, пропавших без вести. Вы представляете, как страшно? Вот что такое 400 детей? Это, ну, это... Скажите, а сколько населенных пунктов из-за повреждений линии электроснабжения, ну, опоры, оборудования остаются без коммуникации в Запорожском районе? За последнее время было порядка 28 596, вот то, что я последнюю цифру смотрел, было потребителей, которых лишили электроэнергии. Это порядка 79 населенных пунктов. За последние сутки удалось восстановить порядка 13 134 потребителя, из которых около 12 тысяч, это непосредственно в городе Запорожье, им вернули освещение. Если говорить про отключения, то у нас как таковых отключений на территории Запорожского района нет, вот этих вот веерных отключений. У нас было короткое отключение только сегодня, рано утром, вот, но это короткое было потом опять включение. У нас с подключением электроэнергии очень хорошо помогает Днепрогаз, он, как бы, знаете, такой дублирующий источник энергии. Плюс была проведена на прошлой неделе, была проведена с руководством заводов, город Запорожье, это металлургический машиностроительный город, вот, была проведена работа с руководствами заводов и четко выровен график пиковых потреблений и пиковых снятий нагрузок на потребление, таким образом, чтобы выйти на кабминовские показатели, которые нам устанавливают. Но вы просите жителей все равно экономить электроэнергию и прислушиваются ли они к этой просьбе? Да, конечно, конечно. Ну, это видно, знаете, когда выключают, ну, сейчас по вечеру отключения в городе Запорожье нет, вот, на улицах там и так далее. И ты идешь и смотришь, вывески не горят, там, витрины не горят, торговые центры все пересмотрели свои графики включения, там, освещение внутри помещений, там и так далее. Идет работа, конечно, идет. Даже видишь, вот, гуляешь уже в 7 часов, я по вечерам постоянно хожу 10 километров пешком, ну, потому что надо как-то обнуляться от всей работы. И смотришь, как окна, окна там, еле-еле где-то горит свет, то есть стараются все это аккумулировать и отдавать на общую систему, люди это осознают. Вот для всех, неважно, тылы или это передовая, оно вот сейчас, когда уже столько месяцев идет война, люди настолько объединились и духовно, и интеллектуально, и вот, знаете, сердечно, что ли, не надо никого убеждать. Ты проговариваешь, и люди все-все понимают прекрасно. И все работают на общую-общую победу. И это вдохновляет для... Точно ты понимаешь, что мы победим. Вот хотелось бы еще спросить об оккупированных территориях. За минувшие сутки выезд оттуда был заблокирован. Какая сегодня ситуация и насколько безопасно покидать эти территории? Ну, понимаете, уже не пропускают. Если раньше мы от тысячи до двух тысяч в сутки могли к себе принимать людей с оккупированных территорий, то сегодня, если 200 выпускают, то это хорошо. И там большая очередь. Там в этой очереди около трех тысяч человек стоит в очереди. Это речь о Васильевке идет, да, я так понимаю? Да, да, да. Речь идет конкретно о Васильевке. Это вот в моей Запорожской районе как раз главный и основной пропускной пункт, через который выезжают Запорожская область и Херсонская область. И вот эта очередь на Васильевке, там порядка трех тысяч человек. Да не в этих условиях, ночью уже прохладно же. И они начинают там подтапливаться за счет того, что машины прогревают. Представляете, насколько сейчас это трудно? Потому что, ну, во-первых, топливо дорогое, во-вторых, надо готовить как-то еду. Там же целыми семьями стоят в этой машине. Там страшное, что происходит. Но люди все равно целенаправленно стоят и ждут, когда они уедут на свою родину, на неоккупированную часть Украины. Олег, спасибо Вам большое за оперативную информацию, за Ваш рассказ. Напомню, Олег Буря, глава Запорожской районной государственной военной администрации, был с нами на связи. Спасибо.